Как правило, планы на Новый год и Рождество россияне начинают строить заранее. По крайней мере, эта тенденция наблюдалась в последние годы, но 2020 год внес свои коррективы. Стало понятно в ноябре, что организовать свой досуг в праздники придется по-новому. Руководители большинства регионов приняли решение о запрете на проведение развлекательных мероприятий. Ограничения в каждом субъекте Российской Федерации различаются и по своему объему, и по периоду действия. А вот как могут отдохнуть жители Тверской области? Наш корреспондент выяснил, каким образом можно без вреда своему здоровью провести 10 дней каникул, и вот что из этого вышло. До недавнего времени жители Тверской области тоже интересовал вопрос, как будут проходить новогодние праздники в Верхней Волжи, будут ли вводиться дополнительные ограничения. Этот вопрос стал одним из центральных во время эфира с губернатором Игорем Рудени на телеканале «Россия-24». Как рассказал глава региона, правительство ведет постоянный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией. Исходя из последних показателей, эпидемиологическая ситуация в Тверской области остается стабильной и находится под контролем. Сейчас мы никаких ограничений не вводим. Если нам удастся сохранить текущую обстановку, текущие показатели, при том, что ситуация находится под полным контролем, мы никаких серьезных ограничений вводить, конечно, не будем. Но есть одно жесткое условие. Все заведения общепита, кафе и рестораны, а также развлекательные центры смогут работать в новогодние ночи и праздничные дни при условии строгого соблюдения всех норм по обеспечению безопасности посетителей. Наша съемочная группа встретилась с арт-директором ККЗ «Панорама» Светланой Шепет, которая рассказала, каким образом выстроена работа в период пандемии коронавируса. Ведь главное — это безопасность зрителей. Если говорить об обработке зала, то у нас приобретено специальное оборудование, которое дезинфицирует воздух. Если говорить о правилах посещения, то зрители приходят в зрительный зал в масках. Что касается продажи билетов, она также осуществляется с соблюдением дистанции. А программа для жителей Тверской области подготовлена весьма разнообразная. В первые дни 2021 года на сцене ККЗ «Панорама» выступят звезды, которых знает вся страна. Так 3 января в «Панораме» выступит «Вея синяя птица». А 5 января зрителей приглашает на большой новогодний концерт «Золотые хиты». 5 января я считаю, что концерт очень интересный и достойный нашего с вами внимания. Три исполнителя нас будут радовать. Паскаль, мы все знаем его, хит «Шелковое сердце», «100% любви». Дмитрий Чижов, автор таких хитов, как «Чашка», «Кофею», «Какао-какао» и многих-многих других. И Ольга Зарубина. А в завершении праздников 12 января в Тверь приедет кроссовер-ансамбль «Терем-квартет». Заказать билеты можно на сайте panorama.defiz.tvr.ru. В числе приоритетных видов отдыха среди тверичан по-прежнему остается поездка за город. Новый год сейчас отмечают либо у себя на даче, либо на турбазах. Тверская область является не только важным историко-культурным, но и духовным центром России. Сюда приезжают, чтобы насладиться красотой и чистотой природы. Новый год на свежем воздухе точно пойдет на пользу нашим гостям, рассказывает Любовь Григорьева, администратор пансионата «Верхневолжский». Пансионат расположен на берегу реки Волги в 132 километрах от Москвы и с 27 от Вери. По трассе Москва – Санкт-Петербург. Это одно из самых красивых мест Тверской области. Во владение пансионата входит сосновый бор общей площадью 30 гектаров. Сюда приезжают отдохнуть и восстановить свое здоровье круглый год и летом, и зимой. В пансионате «Верхневолжское» будет открыт оздоровительный центр, где вы можете получить медицинские процедуры, будет работать кабинет массажа, вы можете попить кислородный коктейль, будет работать соляная пещера. А какой удивительный и прекрасный вид открывается с обзорной площадки девятиэтажного главного корпуса пансионата, добавляет Любовь Григорьева, которая и нам предоставила такую уникальную возможность увидеть, как красива земля Тверская. Незабываемое впечатление подарит еще и такие развлечения, как катание на коньках, лыжах или тюбингах. Проложена прекрасная лыжня по территории пансионата, а также вы можете переехать через Волгу и покататься по большому острову, который находится напротив. И это далеко не весь список мероприятий, которые будут проходить в пансионате Верхневолжске в эти новогодние каникулы. Для гостей подготовлены квесты на свежем воздухе, зимняя рыбалка и русская баня. А для совсем маленьких посетителей пансионата будет работать детская комната. Там ребята под присмотром воспитателей смогут поиграть в настольные игры и провести время с пользой. И, конечно, чтобы отдых гостей был не только интересным, но и безопасным, в пансионате соблюдают все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Все объекты обрабатываются и в столовой, и в корпусах, и в пунктах проката, оздоровительного центра, детской комнаты. При въезде в пансионат на рецепшен меряют температуру. И также при посещении столовой на завтраке и на ужин проверяют температуру у всех гостей. Отдыхающие размещаются в двух и трех местных номерах, а также номерах люкс. Успейте провести новогодние каникулы с пользой для души и тела. А в следующих выпусках новостей мы обязательно расскажем о других развлечениях для жителей и гостей областной столицы.